Друзья, всем привет! Вы на канале RetroTex. С вами, как всегда, я, Лёха. И сегодня у нас распаковка вот таких вот классных, старых и даже редких телефонов, друзья. Поэтому усаживаемся поудобнее, берём чай, кофе, ну а мы, собственно, начинаем. Итак, приехала мне вот такая вот коробочка. Я её купил за свои деньги. Это не подссылка от подписчиков. Поэтому, друзья, давайте смотреть. Я, честно вам скажу, даже сам не до конца знаю, что у меня здесь есть. Я просто сейчас, как всегда, покажу вам сверху, что есть и будем доставать по одному телефону. Здесь порядка 50 телефонов, поэтому, друзья, скорее всего, будет две части этого ролика. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик и не забывайте ставить в конце RT. Так, я не знаю, как тебя вскрыть тут. Давайте, коробка мне уже явно не нужна. Мусор. Оп! Так, ну вот тут целая пока надо. Ладно, убираем потихоньку вбок и давайте погнали. Итак, друзья, первый телефон, который я вижу. Это, кстати, аналог такого телефона, как я вам буквально на днях показывал. Вот он у меня пришёл. Блин, знаете, то густо, то пусто называется. Вот это мой, вот он пришёл, Sony Ericsson T300. Ну, собственно, давайте и попробуем его включить. Первого, что у нас здесь есть, соответственно, батареи нету, но у меня здесь есть и она рабочая. И я надеюсь, что этот телефон включится, потому что он очень и очень интересный. Многие люди хритили меня за то, что я сравнивал этот телефон с айфоном. Но, друзья, я сравнивал не его с айфоном, я сравнивал градиент вот этого вот с современными телефонами. Да, друзья, телефон включается. Класс, Sony Ericsson T300 Insert Play 7. Всё работает, всё отлично. Телефон просто фантастика. Класс. Обожаю его, очень интересный. И к этому телефону, кстати, идёт вот такая вот штатная камера, друзья, кто не знал. Классная тоже штука. На сегодняшний день невероятно редкое явление. Это камера для Sony Ericsson. Я за свою историю коллекционирования только одну нашёл. Вот, но уже, как видите, два Sony Ericsson T300. Класс, телефон рабочий, всё у нас рабочее, по бокам, всё на месте. Так, есть, первый пошёл, второй телефон, друзья. Второй телефон, это просто Ericsson. И, честно скажу, я не помню, что это за модель, поэтому давайте смотреть вместе. Вот эта защёлка, эта защёлка была больное место у этого телефона. И она очень часто отлетала. Не, ну это же надо... А, он приклеенный там чем-то, ёханай ты бабай, друзья. Не помню, скажу вам честно. Вот модель написана FOD A3618. Так, ну, скорее всего, мы его не включим, потому что он у нас специфический. Ну, давайте попробуем подогнать сюда. Да, у меня есть вот такая вот зарядка. Может быть, заряд возьмёт, не знаю, попробуем. Возьмёт, не возьмёт, пускай полежит немножечко. Окей, поехали дальше. Sony Ericsson, одни Sony Ericsson, что ли, у нас сегодня. Sony Ericsson Z530i. Ай, классный телефон своего времени. Очень много людей с ним ходило. И у многих он был. Многие его помнят. Классный музыкальный телефон. Давайте, конечно, попробуем его включить. Кнопочка. Нет, друзья, не хочет. Давайте пробуем ещё одну батарею. Хотя батареи у меня заряжены, но мало ли что может произойти. Поэтому сейчас я быстренько ищу ещё одну. И пробуем включать. Есть ещё одна батарея. Это точно рабочая. И давайте пробовать. Нет, друзья, к сожалению, Sony Ericsson Z530i включаться не хочет. Но телефон в довольно-таки неплохом состоянии. Стоит его только немного подшаманить, помыть, заменить, наверное. Да я думаю, даже не заменить. Просто отмыть переднюю и заднюю панельку. И заменить вот это стёклышко. И телефон станет отличным дополнением коллекции. Так, пробуем. У нас здесь, наверное, как всегда, вот эти вот контакты засорились. Попробуем их немного подвигать. Подключаем. И пускай лежит. Так, едем дальше, друзья. Мать моя честная. Я в кибитку не ходил, как говорится, да? Симмонс, друзья. Симмонс S45i. И вы посмотрите на его состояние. А вот этот телефон редкий. Его не часто можно встретить. Класс, класс. Я сомневаюсь, что он так сейчас просто включится, потому что вы более чем уверены, что... Пффф, смотрите сюда. А? А? Вот это... Вот это серьёзно. Вот это я понимаю. Вот это кайф. Блин, Симмонс S45i. Как я хотел себе в коллекцию этого красавчика. И вот, друзья, наконец-то он у меня появился. Состояние телефона можете, собственно, посмотреть сами. Всё на месте, всё работает. Класс. Окей, едем дальше. И следующая модель не менее легендарная. Sony J70, ребята. Sony J70, к сожалению. Давайте попробуем. У меня здесь есть мой блочок. Через блочок пихнуть. Не знаю, где плюс-минус. Но телефон достойный уважения. Настоящие Old EOS помнят. Нет, наверное, не хватает напряжения для того, чтобы его толкнуть. Сразу комментарии по поводу моих пальцев можете писать. Друзья, ничего с этим поделать не могу. Так, нет, к сожалению, не хочет. Ну, поэтому просто оставляем его как есть. Стоит, конечно, телефон помыть. Состояние у него грустненькое. Ну, колёсико сзади работает. Нигде ничего не сколото. Заглушка даже целая. Это фантастика. Класс! Друзья, а пока я беру следующий телефон, не забывайте подписаться в Телеграме. Поставить лайк этому видео. И, конечно же, комментарий в конце отставить РТ. Ребята, мотор... Ёпанет это моё. Вы посмотрите на телефоне. Это плёнка, ребята. Это заводская плёнка. Это заводская. Где лежали эти телефоны? Ребята, где они лежали? Вы посмотрите, они же новые! Они новые! Нет, подождите, здесь кнопка... Вот, да, помнишь, что в другом месте. Моторола с джойстиком. Вы такое видели когда-нибудь? Не, ну, конечно, на Мотороле Е398, в принципе, видели, да? Так, давайте проверять, где у нас плюс-минус. И вечно, как всегда, даже на самой батарее не написано, где плюс, а где минус. Так, пойду искать батарею. Нашёл я вот ещё одну батарею. Но, друзья, телефон не включается. Не включается и не хочет. Батарея заряженная, это знаю, точно проверял буквально во днях. Не хочет. Но сам факт наличия такого телефона, ребята, это очень меня радует. Потому что состояние его уникальное. Так, ладно, батареи откладываем. Едем дальше. Следующий гость нашей программы Ericsson A2618. Дедушка. Один из самых массовых Ericsson в своё время. Смотрите, даже как батарея, да, открывается. Прикольно. Вот, знаю, видно вам, да, не видно. То есть, это не просто... Ну, я уже взял и сломал её моё. Короче, батарея. И тут ещё на вот таких вот её вставляешь и поворачиваешь. Так, ладно, потом разберусь. Но мне тоже кажется, что телефон мёртвый. Не, ну хотя подождите, надо разобраться сейчас. Есть. Один вставил. Второй. Закрыл. Так, наш Ericsson, который A36 там что-то, включаться не хочет. Мы его откладываем и пробуем подключить вот этого красавчика. Я думаю, что с этим телефоном нам, в принципе, должно повезти. Ну, а мы едем дальше. И у нас Sony Ericsson T630. Телефон тоже в очень и очень хорошем состоянии. Немного надо привести его в порядок. Классный телефон был. Очень и очень интересный. Давайте попробуем включить все кнопочки на месте. Не знаю, захочет он включаться или нет. Или тоже надо его будет толкать. Не хочет. А если мы вот так вот и дадим тебе буквально ещё минуточку полежать. Ну, а тем временем мы продолжаем. Мы продолжаем. И у нас Motorola T192. T192, прошу прощения. Тоже в отличном состоянии. Ну, я так понимаю, всё равно толкать надо телефон. Немного у нас аккумулятор, дисплей с точечкой. Вот, давайте попробуем. Тоже ничего не написано. Где плюс, где минус. Разбирайся сам как хочешь. Давайте попробуем. Нет. Ну, и, собственно, тоже нет. Очень жаль, очень жаль. Классный телефон. Ладно. Едем дальше. Его старший брат. Motorola T190. Motorola T192. Был уже посерьёзнее. И тут, я смотрю, уже попахивает колхозом. Причём попахивает. Не то, что попахивает, а прям пахнет. Батарейка от Nokia BL6Q. Интересное решение. Да, ну, давайте попробуем. Я бы с таким телефоном, честно говоря, даже бы сегодня ходил. Нет. Ну, я понимаю, что, скорее всего, его тоже надо заряжать. Давайте попробуем от блока питания его запустить. Ладно, я бы снова разобраться, где у нас плюс, а где у нас минус. Ну, будем чисто науган. Сейчас включаем. Поехали. Нет, друзья. Не хочет. А тем временем, мне кажется, наш T630 с вами всё-таки запустился. Не запустился, а я, по крайней мере, вижу, индикация горит, либо мне это просто кажется. Нет, друзья, не хочет запускаться моторолка. Очень жаль. Очень и очень жаль. Вот этот колхоз, наверное, я отложу. И давайте попробуем всё-таки найти батарею на моторолу T192. Так, есть пару батарей на T192. И параллельно нашёл ещё один аккумулятор для T190. Ну что, давайте, ребят. Я надеюсь, хоть один из них, точнее телефон работе, потому что аккумулятор один точно заряженный. Нет. Нет, всё-таки мёртвый телефон. Очень и очень жаль это осознавать, потому что состояние его очень классное. Да, друзья, телефон мёртвый, потому что батареи проверенные. И ещё одна батарея проверенная на T190. Немного уже вспухшая, но проверить можно. Да. Вот так вот. Трупачина. Альпачина. Ладно, поехали дальше, ребята. У нас тут есть следующий телефон. Siemens A57. Ну, что говорить. Классика жанра. Телефон на все времена. Просто телефончик. Работает, всё хорошо. С ними, в принципе, никогда проблем с семёнами не было. И давайте проверим ещё вот этого красавчика. Я вижу, вот индикация есть. В принципе, запускается. Всё работает. Класс. Мы его отставляем и ставим на зарядку, ребята, вот этого огромного дилдоча. Пускай он заряжается. Ну, друзья, а я жду вас во второй части. Чё. Класс.